Рассказали? Расскажи, расскажи, да, это расскажите. Одна история есть с детства, могу сказать, интересно. Есть одна история, я поведу, моя родная сестра, которая сейчас женится, очень, когда родители ждали ребенка, она очень хотела, чтобы была девочка Наташа. Ну, так получилось, что родился я, Виталик. Она очень сначала не хотела, и когда одна же мама вышла с декрета, пошла на работу, она оставила меня на попечение жены. Ну, и мы остались вдвоем в квартире, и вот, когда я начал плакать сильно, она мне, чтобы успокоить меня, взяла тонклитровую банку меда с ложкой и начала мне несколько ложек запихивать в рот. После ложек пяти, наверное, я перестал плакать, мне, честно, мед попал уже в лодку, я уже не мог разговаривать, ничего. Ну, вот, слава Богу, в этот момент пришла мама, и руками уже с лодкой выгребла мед. Так, у нас получилась такая история, которую мы очень часто вспоминаем дома. Я пошел, через месяц я пошел, как в лист, и мне, чтобы сирень была видна. А вон белая, а вон обычная. Как это? 0,75, минус 5. Надо присесть. Как? Ему. Ему. Нормально, я готов. Горькает. Да, 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 да. Который со мной потом два месяца и здоровый. И духовский тоже. Духовский сказал, что я вообще не зачет не сдал. Это же насчетом политикой. Да, конечно, сной компанией. Да, 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 да. Давай, давай, мы такие сзади. Скажи, Багдан, что девушка хочет сказать поздравления. Скажи, скажи, включайте, включайте камеру. А я не знаю, как иниционально. Ирина? Ирина. Не. Ну зачем учиться? Неужели я так покупаю? Неужели я так покупаю? Неужели я так поставил? Я говорю, что Ирина хочет дать поздравления Жанне и Сереже. Да. Снимайте его. Пройду. Не лапы тут. Да ладно. Все будет. А сейчас Ирина, наша общая знакомая, хочет передать просто привет и поздравления нашим молодоженам. Она участвует. Комарик. Комарик. Уйди, противный. Уйди, противный. Дорогие Жанночка и Сережа. Я поздравляю вас с вашей свадьбой и желаю вам всего самого-самого хорошего, счастья, любви. В общем, желаю радости, избыток, здоровья крепкого, полна. И чтобы, несмотря на все их годы, душа всегда была виновата. Ну, я как сотрудник МВД могу сказать по своей направленности, что свадьба протекает. Мы уже, извините, уже на период не сами снимаемся. Так мне еще говорят, а, это ты среди депутатов там, говорит, бегал. Я в деревню к себе приехал, когда. А, и в селе тоже видели. Я в деревню, когда к себе приехал, мне подходит барнишка один. Я говорю, ну, кореш мой, не учился в МВД, ну, в школе. Он подходит такой, я подходит, говорю, как жить? Он говорит, слыши, я говорю, как живешь? Я говорю, не живу или существует. Я говорю, слышь, ну, давай, пойдем, в клювка попью. Он говорит, слыши, я там по телевизору видел, говорит, больше, ты меня хоть дворником, говорит, возьми. И сопурсники бывшие. Что? Это на всю жизнь. Представьте, Жанна, Жанна училась? Нет? На шестой. Ты? Седьмой. Все есть. Все есть. На фотографии нет. А что, не для ухода? А что, не для ухода? А что, не для ухода? Ну, говорили, там колотужа, там погудели. А там такое было, что... Я тебе говорю, что я себе таким... А у нас тоже, у нас сначала, что ж бог, блядь, не дорадили, не приехали на выпускной. Там в Киеве такое творилось. Там у нас чуть и беркут, ну, знаешь, что милиция охраняет в ресторане. Но она там своего дела. А потом еще Ямаха даже приехал, потому что восстановился. А там, короче, какие-то члены подъехали. Потому что это в театр, знаешь, особенно когда ты... Театр, театр, драма и комедия, там на втором этаже, там такие крутые эти, знаешь, эти. И такой, бочина, такой сидит, такой... О, хуй, иди сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!